Здравствуйте! Сегодня 10 апреля. Вы смотрите ежедневный обзор и прогноз рынка от банкир.ру Американский доллар продолжил снижаться против большинства основных валют. На этот раз катализатором падения стала публикация протоколов заседания ФРС. Ключевым тезисом протоколов стало заявление членов ФОМС о том, что инфляция может не достигнуть своего целевого уровня в ближайшие годы и существует необходимость сохранять низкую процентную ставку на протяжении длительного периода. Кроме этого, руководители ФРС не уверены в темпах восстановления рынка труда, на который крайне негативно повлияла необычно холодная зима в Америке. Эти заявления привели к резкому падению доллара против большинства основных валют, а пара евро-доллар достигла своего двухнедельного максимума 1.3870. В нашем прогнозе на сегодня предполагаем коррекционное снижение единой европейской валюты по отношению к американскому доллару к уровням поддержки 1.3810 и 1.3770. В случае продолжения восходящего движения валютная пара евро-доллар протестирует уровни сопротивления 1.3880, 1.3900 и, возможно, 1.3930. Британский фунт укрепился более чем на 200 пунктов по отношению к американскому доллару за последние три дня. На торгах в среду этому способствовало уменьшение дефицита торгового баланса Великобритании и публикации протоколов заседания фунт. Валютная пара фунт-доллар практически достигла максимума 2014 года, который находится на уровне 1.6823. Учитывая уязвимость доллара в последнее время и продолжающие поступать позитивные макроэкономические данные из Великобритании, можно предположить, что пробой этого уровня и установление нового максимума может случиться в самое ближайшее время. В нашем прогнозе на четверг предполагаем коррекционное движение британского фунта против американского доллара к ценовым уровням 1.6790 и 1.6750. В случае продолжения восходящего тренда и пробоя сильного сопротивления 1.6823 возможен рост валютной пары к уровням 1.6870 и 1.69 ровно. Они называют нас игроками. Они говорят, что мы зависим от удачи. Они утверждают, что никто не может обыграть рынок и мы зря тратим свое время. Это не настоящая работа. Мы должны отказаться от нашего хобби, говорят они. Но если бы они только знали, что мы мастера риска, суть предпринимательского духа, ликвидность экономики. Мы всегда добиваемся своего, зарабатываем своим умом, приспосабливаемся к постоянно меняющимся джунглям финансового рынка. Мы торгуем валютой, которой вы расплачиваетесь в магазинах. Мы торгуем компаниями, в которых вы работаете каждый день. Мы торгуем золотом, которое блестит на ваших часах. В то время, как вы боитесь неудач, мы учимся на наших ошибках. Мы не боимся потерь. Мы не боимся говорить о наших потерях. Мы встаем на ноги после наших потерь. В эти моменты мы становимся сильнее. Дисциплина и самоконтроль – наши партнеры. Мы те, кем вы всегда хотели стать. И мы выходим из тени. Мы трейдеры. В экономическом календаре четверга в Японии выйдут месячные данные объема иностранных инвестиций в экономику страны и объему капитала, инвестированного за рубеж. Китай опубликует итоговые показатели баланса внешней торговли за март, включая изменения объемов экспорта и импорта товаров. Великобритания представит в этот день мартовский отчет Королевского института дипломированных оценщиков по изменению цен на дома. А Банк Англии обнародует решение по основной процентной ставке и сопроводительное заявление к решению. Изменения здесь не ожидаются, норматив ставки будет сохранен на прежнем уровне 0,5%. Кроме того, Банк Англии по всей вероятности сохранит на прежнем уровне и объем покупок активов в 375 млрд фунтов стерлингов. Канада опубликует февральские индексы цен на жилье на первичном рынке недвижимости. В американской статистике, как обычно, в этот день будут опубликованы еженедельные данные по количеству первичных обращений и повторных заявок за пособиями по безработице, индекс импортных и экспортных цен, а также ежемесячный отчет об исполнении федерального бюджета. Кроме того, состоится очередная встреча лидеров большой двадцатки. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maximarkets.ru. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.